Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очередная наша передача, очередной монолог такой. Задают слушатели вопросы, и я решил сделать некоторые ответы, допустим, на тему английской жизни. Сегодня хочу поговорить о ценах в Великобритании, ценах в Лондоне на базовые продукты питания. А для начала сделаю такое ностальгическое отступление. Вчера вечером после работы накатила на меня груст тоска, и я решил залезть на канал в Ютубе, решил посмотреть английских исполнителей своей молодости. Чего-то уставший был, да? Нашел в канале ролики Микки Джаггера. Когда-то я был информационным спонсором на фестивале «Блюз против войны». Вот, так немножко его знаю, да? Посмотрел Микки Джаггера, посмотрел некоторые группы «Блюза». «Блюз» я тоже очень люблю, такие группы, как «Крым». Многие не слышали. Потому что, когда я был пацаном, 15-16 лет, в конце каждой недели по пятницам или по субботам, я уже не помню, мы полюбляли смотреть, слушать, вернее, не смотреть, по радио, по вражеские голоса, там «Голос Америки» или передачи BBC, музыкальные передачи, в которых, допустим, в эту неделю был рок-н-ролл, в следующем был блюз, в следующем был джаз, еще что-нибудь. То есть любили. Я уже позабывал многие, но какие-то группы, допустим, помню. Естественно, транслировалось не все на нашу страну. И вот вчера на меня накатила такая ностальгия. Парадоксально, я уже скоро буду 5 лет в Великобритании. И до этого я особо так концертами не засматривался, как это произошло вчера. Посмотрел Крим, посмотрел Фредди Меркури, каким бы он ни был, но голос, голосище у этого певца, царство ему небесное, изумительный. И вчера смотрел буквально с 7 часов вечера до часа ночи разные передачи с известными английскими артистами. Потому что сейчас, когда понимаешь язык, окружающее пространство становится совсем другим, осмысленным. И что интересно я заметил, допустим, концерты 2010 года Крима, да, там другие исполнители. Все они старички такие, сморщенные такие уже, доходяги, да. Но как они все играют, сейчас не буду по персоналям проходить. По публике, Альберт Холл, другие залы, которые показывали концерты, забиты такими же старичками, как они, люди оттягиваются. И что самое интересное мое замечание, что артисты, которые, допустим, 40 лет назад играли, там, 71-й, 72-й год, концерты, такие тоже можно на ютубе найти. Вот. Они и дальше продолжают, допустим, Рот Стюарт, он живет в Штатах. И, ну, интересный певец очень. Вот. То есть, совсем другие люди жизни живут. Вот как они 40 лет назад выступали, молодые, как они сейчас выступают, как их нормально воспринимает публика, молодежь смотрит. А теперь сделаю маленькое отступление в нашу сторону. Много ли мы знаем певцов, которых приятно слушать 10, 20, 30 лет спустя? Да. Ведь Советский Союз был огромная держава с огромным количеством населения. А певцов было, ну, совсем до ничего, которых приятно было слушать. Есть, да, Саласин, есть старые фильмы, есть старые исполнители, которых приятно послушать. Но я больше чем уверен, что не каждый скажет, вот, я бы с удовольствием послушал Утеосова, да, или Вертинскую. Вот. Здесь совсем по-другому происходит отсев шелухи от тех исполнителей, которые нравятся. Неважно. Мы можем долго критиковать, что здесь такое общество, спорченное или хорошее. Неважно, какое. То есть именно определителями, которые определяют, популярен певец или нет, является публика, которая платит входные билеты, которая поддерживает своих исполнителей. И вот, допустим, Рода Стюарта там за два дня посмотрела на ютубе почти 4 миллиона человек. Там интересная передача есть. Крим, концерт 2010 года, Альберт Холл был забитый под потолок. Это огромнейший театр, в котором мечтают выступать очень многие. Вот. То есть это говорит о том, что именно публика, своими деньгами, покупая билеты, посещая билеты, поддерживая таким образом певца, никто не оспаривает, заработал он эти деньги, нет, это уже другой вопрос, все платят здесь налоги. Вот. И просто приятно оттянулся вчера, просматривая такие концерты. На ютубе, естественно. Хотя один раз когда-то пойду, естественно, выберу какую-то группу, которая мне нравится, блюзовую, пойду посмотрю ее вживую. Так вот, вопрос мне задал один очень уважаемый мной человек с территории Украины, который является заслуженным юристом, человек, который всю жизнь боролся с коррупцией, с бандитизмом. Мнение которого в советское время прислушались очень, очень и очень многие люди. А методики работы его по профилактике тех или иных преступлений работают до сегодняшнего дня. Ну, там, где работают, они работают, не на Украине. И вот человек, который прошел очень тяжелую, сложную жизнь, задал мне вопрос. Костя, а расскажи, какие цены в Англии? Потому что мы говорили несколько часов. Вот, он спрашивал, а как там, а как это, как это, а какая базовая корзина? У нас, может быть, пенсии скоро перестанут платить, если захлопнется приват, да? И вот сейчас я хочу поговорить для вас, всех мои дорогие подписчики, слушатели, кто случайно заходит на канал, и, естественно, для этого человека. Вот, хочу рассказать о ценах на базовые продукты питания в Лондоне. По всей Великобритании примерно одно и то же. Значит, буханка хлеба 400-500 грамм стоит от 1 фунта за такой не очень хлеб до 3,5 фунта за самый лучший хлеб. За 1 фунт вы купите хлеб, в котором будет домешана соя, лицетина, десоя, консервант, который позволяет сохраняться хлебу длительное время. Вместо химиката начали добавлять геномодифицированный. Так вот, хлеб стоит от фунта до 3,50 фунта, в зависимости от того, как вы живете, да? Ну, много людей в основном покупает дешевый хлеб. Причем, утром, когда хлеб свежий, он может стоить 1 фунт, там, 10, 1 фунт, 50. Вечером, когда магазин закрывается, цена может падать до 30 копеек. Особенно это происходит в системе супермаркетов Азда. Вот, Вайт Роуз, потом Сайнсбори, скидки происходят, но не настолько много. В Азде довольно существенно. Теперь, не десяток, полдосена яиц или 6 яиц. Органик стоит 2,30, от 2 до 2,50 паундов за 6 яиц. То есть, получается, что одно яйцо стоит порядка 40 копеек. Это в супермаркете, в среднем цена. Если вы уже покупаете базик, фермерские яйца, вы можете купить 3 десятка яиц за 3 паунда. Это 10 копеек яйца. 10 копеек. Я буду говорить копейки, это пи по сравнению паунда. Воспринимаем, вы слушаете, воспринимаете все. По привычке многие мигранты говорят, копейки, рубли, да? Не гривны, кстати, а рубли. Даже кто с Украины проезжает. То есть, как бы ностальгия за прошлыми временами, подсознательная. Хотя у меня ностальгии это нет. Значит, литр молока, хорошего, качественного молока, процентность 3,6-4 процента, значит, стоит в среднем оно паунд. 98 копеек, паунд, паунд 4. Я буду усреднять. Неважно, в какой системе магазина вы покупаете. Маленькая бутылочка на один стакан может стоить 49 копеек. Вот, это такие средние цены. Теперь, нарезка сыра, польский сыр в магазинах, за 150 грамм вы платите паунд, за английский сыр вы платите, допустим, твердые сыры, нарезанные уже, они стоят где-то рубль 50, рубль 70, паунд 70. Мясо, многие полюбляют мясо, значит, мясо вы можете купить, свинину, говядину, порядка 3-4-5 паундов килограмм. Это мясо, которое выращено где-то на больших фермах, это не органик. Ну, органик, но как бы свинята натуральная была, правильно, что напиталось, неважно. Значит, есть магазины, я сейчас не помню название, очень дорогие. Ну, как, относительно дорогие, дорогие для того, кто с украинской зарплаты приехал, да. Вот, где килограмм мяса, там, телятина, выращенная исключительно на сене, такое мясо стоит 45 паундов килограмм. Но это, как правило, такое мясо народ не покупает. Теперь, черешня. Пройдемся по фруктам, по овощам. Черешня стоит, сейчас в сезоне испанская, маленькая бандехита 200 грамм, она стоит паунд. Килограмм стоит 4-5-6 фунтов. Два початка кукурузы стоит рубль 50. Килограмм лука стоит паунд, иногда дешевле можно купить. Полкилограмма картошки стоит, ну, в среднем паунд, да. Есть, что можно 5 килограмм картошки купить за 2 паунда, в зависимости от сезона. Яблоки, хорошие, классные яблоки, 5 больших английских яблок стоят 2 паунда. На скидках вы можете купить дешевле. Я буду говорить цены супермаркетов, почему? Потому что есть традиционные базары, есть базары, на которым вы можете купить намного дешевле. То есть люди покупают на оптовых базах, как правильно покупают самый дешевый товар, и потом ее очень дешево распродают. Вот такое корыца может стоить 1 фунт. Там будет немного больше апельсин, немного больше яблок. И когда массовые распродажи сезон, да, на таких базарах покупать намного дешевле. Но, по моей практике, если ты едешь на базар, накупаешь елки на 15 фунтов, накупил там кучу кошелок нормально, начинаешь перебирать, половина летит в мусор или 30%. А в супермаркет ты идешь и каждый фрукт можешь выбрать. Вот. Бурячки, уже сваренные, стоят в среднем фунт 250 грамм. Помидоры 225 грамм, полкилограмма, в зависимости от супермаркета, стоят около паунда. Где-то органика, где-то неорганика. Органика, как правильно, немножко дороже, ну, до 50%, но не больше. То есть, если обычные могут стоить рубль 20, то органика будет стоить рубль 50. Морковка, паунт 2 килограмма. То есть, овощи недорогие, фрукты недорогие. Масло, значит, зимой, когда коровы меньше доятся, масло стоит 250 грамм до 2 паунда, в зависимости от марки. Вот сейчас сезон, масла много, мы иногда покупаем даже 70-80 копеек. То же самое масло 250 грамм, которое зимой стоит по большим офертам, там, рубль 50, рубль 80, рубль 70. Козье, с козьего молока масло стоит рубль 80-250 грамм. А козье молоко, литр стоит сейчас в сезон, рубль 60, паунт 60, да. Твердые сыры, 5-6 паундов килограмм. Я говорю средние, базовые, где любой человек может зайти и купить. Теперь курятина. Курица стоит в среднем порядка 4-5 паундов. Ну, возьмем 5 паундов. Когда сбрасывает цены, 4 бывает, бывает 2 за 7, то есть по 3,50. То есть, предложений очень много. Теперь птица, которую я люблю, цесарка. Она называется по-английски генифайл. Их очень много здесь. Они в среднем стоят 7 паундов. Иногда мы умудряемся, когда вим 5 паундов, мы покупаем 2. То есть, совсем другой вкус. Мясо цесарки полезно. Кролики, кроличье мясо здесь не популярно. Не знаю почему. Всякие разные мидии, это я не считаю, это базовое питание. А базовое питание, я что назнал. Теперь, для того, чтобы привязаться, насколько это дорого, нам нужно, мне нужно, наверное, сказать, а какие же все-таки зарплаты. То есть, если взять нашего эмигранта, легального, нелегального, и самую минимальную черно-рабочую работу, то человек минимум за день работы, как правило, 8-9 часов, получает 50 паундов, 50 рублей. То есть, он в состоянии за один день работы купить себе на целую неделю еды выше крыши. Я, когда начинал здесь, только приехал, мне хватало на неделю до 20 паундов хорошего качества на питание. Правда, я не ел мясо. В это время красного я и сейчас красное мясо не ем. И я не употребляю алкоголь. Поэтому я, естественно, экономлю. Алкоголь здесь очень дорогой. Я его не отношу к базовому такому какому-то. Хотя, если кто с Украины смотрит, считает, что как бы бутылка водки – это базовая составляющая. Но она здесь стоит от 10 до 15 паундов. Потому что налог на ввоз водки очень высокий. За 0,75 государство берет 8 паундов. Теперь, кто курит сигареты 5, 6, 7, 8 пачка стандартная 20 сигарет. Слава Богу, не курю. Кто курит здесь, я тем сочувствую. Потому что, ну, видел, люди бычки собирают. Но думаю, что это не наши были. Потому что здесь тоже бомжи есть. Значит, это то, что базовое. Что еще можно отнести к базовому питанию? Ну, пожалуй, наверное, все. Хлеб, молоко, яйца, жирного питания. Жир такой свинячий я здесь особо не видел, чтобы покупали. Есть, но как бы что-то не наталкивается. Есть русские и литовские магазины, где можно купить всякие колбасы, нарезки. Как их относить к базовому питанию. Но цены дешевле, чем на английские продукты питания. Да, хочется и на доквашеной капусте. Там ведерко стоит паунд гречневая каша. Она в районе килограмм, там, паунд 50, паунд 20, в зависимости от магазина. Квас можно купить, все можно купить. То есть, при базовой зарплате возьмем 50 паундов в день. В основном работают 6 дней. Кто-то, кто зацепил, тот работает 7 дней, кто зацепил работу. Это я назвал разнорабочего, который ничего не умеет. Столяра, каменщики, штукатуры, ну, в общем-то, декораторы. У каждого свой потолок цен. Допустим, столер может минимум зарабатывать, чипи там, который помогает столеру, 80 паундов в день. А классный столер может зарабатывать от 100 до 150 фунтов в день. Сейчас говорим цену. Я не говорю, что, куда каждый платит. Вот, каменщик от 80 до 120, может 150. Плиточник, примерно такие же цены. Декоратор в районе сотни. Может быть 80, может 70, может быть 100, 120. Это те деньги, которые человек зарабатывает. Если же человек легально работает на фирме, на него уплачивается еще 20-30% налогов, таксов, которые уплачивается государству. Эти деньги платятся как в пенсионное обеспечение, как на здоровье. Теперь, что бы я хотел особо отметить. Это не относится к базовому питанию, но это относится к определенным составляющим жизни, которая нас окружает. То есть ребенок до 16 лет. Практически медицинское обслуживание бесплатно. Масса такие типа бракеты поставить на зубы, полцены, очки поставить, там 20 или 10% будет от стоимости. Автобусы бесплатно для детей, которые учатся. Метро там стоит 30% от стоимости взрослого. Пенсионеры свыше 65 лет, уже несколько лет, за проезд транспортом не платят. У каждого пенсионера такая карточка. Здесь общественный транспорт для пенсионеров и для детей бесплатен. Теперь я уже в одном из фильмов говорил, что когда у меня один товарищ, ну хороший знакомый, так сказать, заболел раком. Да, его медицина не спасла, но он ходил на химиотерапию бесплатно. Так как он не хотел лечиться ничего, ну так случилось, вот, ну случилось, да, человек умер от рака. Но химиотерапия бесплатна. Вот представьте, на Украине, где люди десятками лет работали на государство, платили налоги, и сейчас люди платят за операцию по 30, 40, 50 тысяч долларов, а результат, как правило, результативность химиотерапии очень маленькая. У меня товарищ в Киеве умер от рака. Поздно нашли химиотерапию, а может быть бесплатно, может быть за деньги. Но по моим слухам, у меня есть несколько друзей, которые сидят здесь, отрабатывают долги за химиотерапию, за лейкемию, которую учили, делали родственники на Украине. Они сейчас уже по 3-4-5 лет работают, чтобы покрыть эти долги. Представляете, здесь эта страна при таком подходе к своему собственному народу, естественно будет процветать. Кроме того прочего, вот такой сейчас фильм. Начал от воспоминаний о ностальгии, от воспоминаний о молодости. Перешел на базовое питание. И на окончании еще такой сегодняшнего фильма скажу. До пятницы, там в четверг, где-то было у меня время, я просматривал ряд аналитических материалов по поводу Аргентины. С самых разных, Аргентины, извиняюсь, по поводу Украины. Аргентина, это само собой, то же самое. Вот. После просмотра аналитических материалов, я смотрю их регулярно, практически каждый день, подборки мне делают. И кто-то с моих подписчиков, один из подписчиков, даже не один, есть люди, задают вопросы. Какое будущее Украины? Ребята, мужчины, женщины, девушки, никакого будущего у Украины нет. Если вы посмотрите во всю глубину истории, вся история основывается на том, что когда возникает какая-то заварушка, начинается всеобщий хаос, банды грызутся, десятки, сотни банд формирований между собой. Потом банд группирование увеличивается в объемах, происходит так называемая глобализация банд формирований. Три, пять, десять банд борются. Потом, когда остается одна самая сильная банд группа, она то и является банд группой, которую потом говорят, что это правительство, которая банд группа навязывает свои правила игры, свои условия жизни. И на всех нас, находящихся внизу, смотрят как на рабочий скот, который можно обдирать, ну, как им хочется. Вот, 25 лет с независимости, как бы, 25, да, результатов нету. 78 лет до того люди как бы счастливо жили, люди все хорошо как бы к чему-то стремились, но результат то где? И когда я этого юриста спросил, а помнишь, много лет назад, ты мне говорил еще в советские времена, иди на завод, зарабатывай пенсию. Ну, я тогда был шебушной, непослушный и говорил, тогда пенсии дожить еще надо. И вот сейчас, когда я вспомнил этому человеку эти слова, да, он говорит, да, ты знаешь, а вот я сейчас думаю, я заслуженный юрист, я юрист первого класса, генерал, и есть большой шанс, что если приват схлопнется, сдохнет, потому что идет борьба между банд группировками. Что я тогда буду делать? Понимаете? Здесь же в этих странах, несмотря на то, что 30 лет назад дом стоил 80 тысяч, сейчас 700 тысяч, люди, которые живут в этой стране, не иммигранты, такие как я или как другие. Это мы чувствуем, для нас больно повышение цен, для нас эти цены космические. А для людей, которые живут, какая разница, дом стоил 30 лет назад 70 тысяч, сейчас 700 тысяч. Есть у тебя бабушки, дедушки, мама, папа, кто-то умирает, деды остают какие-то наследства, платятся налоги, люди получают другие зарплаты. Теперь сделаю маленькое отступление, профессор в университете, в среднем гамняном университете, получает в час 50 фунтов. Редактор средней газеты английской, которая на плаву, я не говорю за Таймса, известные газеты, может получать 80 фунтов в час за час работы. У меня есть знакомые ученые англичане, я не хочу даже называть их зарплату, хотя многие из них, если получается возможность, чтобы не сидеть дома, не ожидая какого-то там работы интересной, если у них есть свободное время, вот допустим археологи делают раскопки, они пошли туда как бы в виде волонтеров, волонтеров, потому что им интересно, это ихняя жизнь, это работа. Деньги это классная составляющая, когда тебе платят, но если не платят, это не значит, что человек дома сидит и квасит водку или вино. То есть здесь, к счастью, не было такой страшной революции, как у нас, которая у нас на нашей территории, бывшей России, Российской империи, уничтожила все зачатки любого интеллигентного движения. Хотя кто-то пробился и выжил. То есть все 78 лет плюс 25 на территории бывшей Советской империи, Российской империи, все прогрессивное, все трезвомыслящее уничтожалось. Так откуда возьмутся люди, которые построят наши страны? Откуда возьмутся люди, которые смогут повести за собой толпу? Откуда возьмутся люди, которые напишут законы? Да, что-то написали, но кто это выполняет? Опять возвращаясь к базовой жизни в Великобритании, скажу так. Машину можно купить за 200 и за 500 фунтов. Классную можно купить за 2,5. Вы машину можете купить за 1 месяц работы. Другое дело ее содержание. Другое дело другие платежи. Другое дело, когда вы меняете бойлер в дом. Но базовая составляющая здесь, в вашей жизни, продуктов питания такова, что вы спокойно, даже при небольшой зарплате, обеспечиваете себя довольно качественным пропитанием. И вопрос не в том, что Британская империя кого-то грабит. Нет. Здесь живут другие люди. Каждое население заслуживает того, такая избитая пословица, правительство, которого оно заслуживает. В Британии имеется такое правительство. В Германии такое правительство. А у нас там, на Украине, в России, ну совсем другое правительство. И не мудрено, что то, что происходит, происходит потому, что народ именно выбрал тех предводителей, кем сам на самом деле является народ. Ну, пожалуй, опять я начинаю скатываться в обсуждение вещей, на которые я как бы уже не имею права говорить, хотя до последнего своего дня мне будет болеть и за Украину, и за Россию, за постсоветское пространство. В Англии, я считаю, я получаю очень много нового, много интересного. Познаю наших за рубежом, изучаю, как наши живут. Но самое главное, я изучаю то, как живет Британия, как живет Лондон, как живет Англия. Я советую вам смотреть за моими каналами, активно участвовать. Не так, что просмотрели, да, если я где-то там провоцирую какой-то вопрос, тогда люди объявляются. Задавайте вопросы. Я не стараюсь похвастаться тем, что я здесь нахожусь. Я вам честно скажу, моя бы воля, я бы отсюда уже давно уехал куда-то дальше. Ну, в жизни всякое бывает, случается, да. Поэтому я застрял здесь. Раз я здесь, я изучаю основы и базовый фундамент самой сильной империи мира. Той империи, которая диктует свои условия оставшемуся миру не путем грабежа, а путем того, что она в своем доме, на своей территории установила довольно простые и понятные правила поведения. Хотя, опять же, не все здесь так просто. Вот и все. С вами был Константин Перегуда. Канал Компери. Подписывайтесь, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях. Кто хочет, можем участвовать в скайпе. Ну, в скайпе, думаю, что через месяц-два можем делать такие, как бы, несобрания, обсуждения. Вот, пожалуй, и все. В общем, Константин Перегуда. Канал Компери. Бай-бай.